В одной темной-темной комнате, темной-темной ночью, Сидела мрачная-мрачная я, и листала яркий-яркий сайт. Все мрачнее и мрачнее становилась я, Часы тикали-тикали, раздражая нервы и стуча по макушке, И вдруг наступила полночь. Всем бонжурки! Меня зовут Полина, с вами читалочка и 22 апреля близко. Ну вы поняли, да? Почему именно это число? Потому что именно в этот день начинается сезон невероятных событий, ведь мы открываем свои списки книг и закупаемся по самой небалуй. И я, конечно, не могла не записать это видео, потому что мне хочется посоветовать вам кое-какие книги и задать направление, где в этом году будет наиболее интересно и вкусно. Все вы прекрасно знаете, что я балдею от лабиринта. Балдею! А 22 апреля вообще обведено у меня красным в ежедневнике, ведь там будет чем заняться. И сейчас я вам все поясню. Во-первых, это скидки. На лабиринте и так постоянно вас ждут мириады акций и скидочных сезонов, но именно 22 апреля и чуть-чуть далее за углом вас будут поджидать 20% скидки, готовые наброситься на ваш семейный бюджет во славу пополнения и интеллектуального роста. Кстати, эта скидка будет суммироваться с вашей накопительной, и в принципе вы можете сами рассчитать, какие цены вас ждут в итоге. И потратить эту скидку я предлагаю вам на следующей книге. Во-первых, это Стивен Фрай, и продолжения его автобиографии дури еще хватает. Думаю, большинству из вас не надо объяснять, кто этот человек, и почему каждым его словом, пускай даже не художественной литературой, нужно восхищаться и смаковать каждое предложение. Затем «Мальчик на вершине горы» Джона Бойна. Это вторая книга от автора «Мальчика в полосатой пижаме», и, кстати, на нее будет выпущен полноценный обзор. Так что я предлагаю вам прочитать ее, чтобы поучаствовать со мной в дискуссии. Затем «Родная речь» Петра Вайля. Эта книга вообще должна быть у всех, кто любит литературу. Помимо того, что вы сами получите невероятное удовольствие от прочтения, так еще и ваши будущие дети или те дети, которые у вас уже есть, будучи учениками школы, смогут писать сочинения на отлично и парировать традиционные версии трактовки классических произведений. Во-вторых, на сайте «Лабиринта» вас ждут определенные розыгрыши, которые позволят вам вообще не тратить деньги на книги. Потому что вы сможете стать одним из счастливых обладателей книжных подарочных наборов, сертификатов и, конечно же, сувенирки. И, кстати, о сувенирке. Постоянные гости «Книжного лабиринта» знают, что вся их сувенирка, она тоже обладает книжной тематикой. И к «Библионочи» ребята превзошли себя. Вы только посмотрите на этот блокнотик и подобного же рода значки. Блокнот по качеству, кстати, существенно превосходит. Первый он не развалится, потому что он прошит изнутри. Так что я думаю, вы понимаете, что за этот подарок стоит побороться. Кстати, еще «Библионочь» позволит вам поселить у себя такие замечательные книги, как «Краткая история кураторства» Ханса Ульриха Абриста и, конечно же, «1913 лета целого века» Флориана Ильеса. Первая книга — это квинтэссенция искусства в чистом виде. И если вы считаете, что вам нужно подкачать в себе эти навыки, то обязательно прочитайте интервью с этим человеком. Ну а вторая книга — это своеобразная мозаика из некоторых кусочков биографии самых знаменитых людей творчества или искусства начала 20 века. И продолжаем. В-третьих, во время «Библионочи» на лабиринте вас ждут еще приятные сюрпризы на будущее, потому что вы получите возможность выиграть один из 20 тысяч купонов на майские покупки и приобретения книг. И, знаете, пока я вам все это рассказывала, мне показалось, что этого всего, в принципе, уже достаточно, чтобы знать, куда отправиться 22 апреля. Но, конечно же, я рассказала вам не все. Да, я посоветовала вам не все книги, которые стоит приобрести с огромнейшей скидкой, но, по крайней мере, постаралась расширить ваш список литературы чуть-чуть. И также пополнить свой список литературы вы можете с помощью предыдущих обзоров на канале «Читалочка». Но, естественно, неизменным остается то, что 22 апреля мы встречаемся с вами в книжном лабиринте. На этом у меня все. С вами была «Читалочка». Давайте читать вместе!